Привет тебе, Анечка, привет. Привет, Анечка. Ну как дети в дистанционном обучении? Бодренькие, с хорошим настроением на дистанционном обучении дети? Или устают там за пирамидами? Ну я как тьютер сужу и по всем детям. Очень устают маленькие, ну 8-9 класс, наши самые младшие. 10-11, они где-то могут там пропустить урок, где-то выключить камеру, они это умеют. А, конечно, и судя по моему собственному ребенку, он у меня в 8-м классе. Вот я ушла на работу, он сел за компьютером в 9 часов, и потом я пришла, он в полшестого только вышел из комнаты, он не поел. То есть без перерыва были уроки онлайн, оффлайн, онлайн, оффлайн. Еще после этого домашнее задание на весь день. Слушай, я как раз тебе хотел сказать, ты же знаешь и метод ключа, синхрогимнастику, поэтому, поэтому, ты всем своим педагогам, коллегам, коллегам и детишкам, ты же можешь завтра же прямо показать. Вот я, например, все время сижу за компьютером, да, очень много работаю, очень много работаю. Я спасаюсь только этим. Я встал и вот так 2-3 секунды сделал. Другой раз встал, я сделал шалтай-болтай. Потом третий раз встал, это дробное, посекундное, поминутное, посекундное, как дробное питание. Это знаешь еще кому хорошо? Даже директору твоему. Потому что он, допустим, в кабинете, все время много работы, сейчас вот напряженное состояние, на какой-то момент никого нет, он встал и вот так сделал. Просто хлест руками по спине. Просто надо называть все приемы своими именами. Это хлест руками по спине, хлест, хлест. Это лыжник, это лыжник. Руки бросаешь, пятки поднимаешь. Или руки бросаешь вверх, пятки поднимаешь. Тут же индивидуальный подбор. Это то, что нужно в массовой школе, индивидуальный подбор. Всем говоришь, ну ты знаешь это все. Ты все это знаешь. Да, да, да. Я причем одной из своих знакомых, как вот недавно показала, и ей неудобно бросать руки вверх и пятки поднимать. Это я прям, видно было, что у нее не идет. Я говорю, попробуй наоборот. Она начала вверх поднимать, пятки поднимать. И у нее сразу пошло. Слушай, это сейчас распространится, как цепная реакция. Потому что сейчас возникли именно те острые условия, когда это нужно каждому. И родителям это нужно, и детям это нужно, и педагогам это нужно. И это сейчас будет рассыпаться по всему интернету тоже. Поэтому хорошо, когда в первую очередь это педагоги владеют этим. Поэтому с директором поговорим. Ты ему просто возьми, покажи два-три приема, и скажи, и потом только скажи, что это из метода кровь, синхрогимнастики в учебнике по физкультуре для 10-11 классов. Сначала покажи приема, когда он попробует. Потом скажи, это же из синхрогимнастики. Да. Причем можно выполнять как в костюме, так на каблуках, пиджаке, прямо в галстуке можно, прямо в галстуке можно. Это же никому не мешает. Слушай, это такая штука чудесная. Особенно для тех, которые вот в офисах работают, в магазинах работают. У них же времени нет, и они должны все время улыбаться, там посетители, правильно? Да. Но это и врачам нужно, потому что врач все время должен быстро перезагружаться. А все время на фитнес-центры, на фитнес-центры, ходить сейчас на фитнес-центры, времени нет. А за 2-3 секунды дробно в течение дня можно вот так вот сбрасывать. В первую очередь ребенку покажи своему. Да. Покажи, покажи. Он у меня улыбает. А маленький твой сам делает. Я смотрел, сейчас он подходит, он сам делает. Знаешь, как он делает? Он своими движениями делает. Да, да, да. А мы теперь пытаемся взрослых людей научить быть как дети. Они просто никогда не знали, что дробное, посекундное раскрепощение дает коммунитивный эффект. Потому что они всегда знали, что надо полчаса заниматься. А времени на полчаса нет. А на полчаса нет. Есть. Вот же в чем идея. Понимаешь, в чем дело? Да, да, да. Начинай, начинай, потому что сейчас другие педагоги из других школ подхватят. Да. А ты, которая 15 лет, это знаешь, и мы останемся позади поезда. Мы, которые это создаем, будем хвостя у всех. Давай, начинай быстро. Ладно, давай. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...